всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня хочу с вами сделать маникюрчик вот этим ноготкам ноготкам месяц относились они у нас очень плохо везде от слойки особенно на свободных краях эти ноготки всегда ко мне приходит и всегда без от слоек то есть всегда идеальные ноготки а в этот раз что-то очень очень много от слоек ну а я беру свою любимую фрезу кукурузку с красной насечкой и убираю все отслойки все что нам тут лишь не смотрите какая жуткая отслойка в работаю кстати на 25 тысячах оборотов теперь беру и делаю маникюрчик убираю все вычищаю птеригий убираю лишнюю кожицу работаю на форварде справа налево и потом переключаясь на реверс и работу прочищаю слева направо прочистить нужно очень хорошо иначе будут от слойки но у нас возле кутикулы от слойки не было у нас были от слойки со свободного края что очень жаль и также у нас есть ноготки где нужно донарастить ноготок а большой пальчик придется вообще наращивать теперь я приподнимаю хорошенечко кутикулу чтобы был у меня хороший ровный срез работаю я тут также фрезой с красной насечкой пламя пуля кто как называет пламя и конечно обрезать буду своими любимыми кусачками сталикс лежат у меня ножнички я как-то делала распаковку заказывала себе ножнички сталикс и все я не могу я переживаю что-то как-то мне страшновато ими мне кажется ничего мне не получится ими обрезать привыкла я вот кусачком но мы с вами обязательно попробуем как только я сделаю себе маникюр на левой руке ну маникюр я думаю сделаю в ближайшем будущем потому что прям очень уже не требуют ноготки перемен пилочкой приподнимаю чешуйки убираю длину подравниваю до точки чтобы у нас было все красивенько здесь я просто донаращил кусочек маленький так вот такая вот красота получается убираю пыль все лишнее чтобы нигде у нас ничего не мешался беру обезжириватель от формула профи прохожусь по всем ноготкам далее беру праймер он у меня без кислотный тоже хороший праймер мне он нравится также наношу на все ноготки и теперь база secret nails это от космо профи очень хорошая база и в лампе она не печет база бюджетная а также можно ее заказать на wildberries ну и в этот раз мы делаем укрепление немножечко побольше укрепляю я все тем же гелем хотела акрилом но мы решили что эти ноготки идеально и с гелем носятся просто нужно сделать немножечко потолще теперь беру форму подставляю и донаращиваю кусочки там где они мне нужны кстати дизайн у нас будет осенний красивый дизайн осенний что обязательно досмотрите до конца и кто еще не подписался на мой канал то обязательно подписывайтесь потому Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» Ну и, конечно же, сразу выравниваю на ноготках. Запечатываю все торцы обязательно, чтобы у нас это никуда, ничего не откололось потом, как в предыдущих ноготках. Так, ну а средний пальчик я перекрываю уже матовым топом. У меня вельвет от Рунейл. Блин, девчонки, самый лучший пока матовый топ, который я встречала. Он реально крутой и он в носке, вот месяц клиент ходит, значит месяц он с ним и доходит. То есть он придет и он будет матовый, никуда он не сотрется. И, конечно, безымянный пальчик мы тоже перекрываем матовым топом и рисуем вот такую вот красивую веточку. Можно зафиксировать в лампе 10 секунд или же продолжить дальше рисовать. Рисуем дальше веточку, да, и вот такие вот от нее листочки. Все рисую черной гель краской. Краска у меня с липким слоем, называется она Нартист. Надеюсь, я правильно сказала, она у меня впервые, эта красочка. И, в принципе, показала она себя хорошо, мне она понравилась. Если вдруг после того, как вы нарисовали листики, да, вам что-то не нравится, вы можете где-то что-то добавить, подправить перед просушкой, да, аккуратненько. Можно и после. Ничего страшного в этом не будет. Аккуратненько добавили, да. Вот здесь я вот хочу еще добавить, да, как бы без проблем. Раз-раз посмотрели, добавили, где что не нравится, все идеально. Тогда отправляем пальчик в лампу и переходим к следующему этапу. А следующий этап у нас это вот эта же Тейнейловская кошечка. И мы ее наносим на каждый лепесточек. И аккуратненько делаем блики магнитиком. Я особо магнитик не подводила, я прям аккуратненько так, легонечко прислоняла, да, чтобы никуда наш блик не делся. То есть он там был. Если сильно прислонить, он просто убежит оттуда и все. И довожу, да, до конца. Так же прислоняю. Вот такая красота получилась. Очень красиво. Теперь я перекрываю матовым топом всю эту красотень. Все перекрываю матовым топом. Отправляю в лампу. И сейчас будем добавлять элементы, тоже некоторые элементики для украшения нашего маникюра. На средний пальчик я беру топ без липкого слоя. И так же капельки ставлю, типа у нас там капельки. Ну вот тут капельки можно было сделать и силиконовым топом. Они были более объемные. Тут немножко запорола, поэтому я это все вытерла без камеры и сделала новые капельки. Но это не страшно. Теперь я беру вот как раз силиконовый топ и наношу на каждый листочек. Да, вот этот вот. И у нас получается красивый объем. И такие у нас 3D листики, в общем, получаются. И все это, соответственно, вся кошка блестит, переливается всеми вот этими цветами, которые у нее есть. Вы знаете, то, что я сделала на среднем пальчике обычным топом, да, не силиконовым, тоже в конце обязательно посмотрите, смотрится вообще здоровско. Очень круто. И, конечно же, теперь ставлю маленькие тоже капельки. Капельки дождя. В принципе, наш дизайн готов. Вот такая красота получилась. Теперь я беру маслице, смазываю кутикулу, беру силиконовую фрезу и начинаю полировать и втирать туда вот это вот маслице. Оно впитывается так лучше. И потом фото ногтей получается намного круче. И не видно вашей пылюки всякой. Смотрите, как круто получился маникюрчик. Ноготки просто здоровские. Напишите в комментариях, как вам понравилось. Мне понравилось очень сильно. Ручки преобразились очень круто и прям осенне. Спасибо. Спасибо.